Минувший ночью этот мужчина потерял близких родственников. В пожаре погибла его родная сестра и ее муж. Это пепелище, все, что осталось от деревянного дома на окраине деревни Немерово в Гавриловьямском районе. Было произведено тушение пожара и после этого произведен разбор остатков дома. Были обнаружены два обгоревших трупа. Там на месте работала следственная группа. Первые выводы следователей очень осторожные и тому есть объяснение. Без камеры родственники погибших рассказывают страшные факты. На дом, где проживали пожилые супруги и их дочь с маленьким ребенком, было совершено нападение. Умышленники, сколько их было пока непонятно, потребовали деньги, 4 миллиона рублей. Такой суммы в доме не оказалось и люди отдали все, что есть. 350 тысяч и золотые украшения. Просто уйти с награбленным преступники не захотели. Всю семью сначала избили, а потом подожгли. Пощадили только месячного ребенка, его вынесли на улицу. Из уже пылающего дома удалось выбраться только 25-летней девушке. Около трех ночи пострадавшую доставили сюда, в Горелов-Ямскую центральную районную больницу. Молодая девушка получила сильные ожоги. Обгоревшая. Ожоги второй и третьей степени, площадью около 10%. Госпитализирована она у нас в реанимационное отделение. Ребенок тоже был доставлен в больницу. С ним все в порядке. Сегодня его отдали родственникам. Теперь и они, и следователи, будут пытаться узнать ответы на множество вопросов. Как преступники попали в дом и почему они рассчитывали на столь солидный куш. По некоторой информации погибшие разводили овец. Есть предположение о том, что проживавшие там лица вели частное подсобное хозяйство и занимались фермерством. Сегодня утром по всей области был введен план перехват. На автодорогах до сих пор работают заградительные посты. В полиции есть информация, что преступники скрылись из Немерова на автомобиле. Но за целый день стражам порядка так и не удалось найти хоть какие-то зацепки. Александр Лисицын, Елена Масолова. День в событиях.